Всем привет, с вами Камрад Эльвабучу, и добро пожаловать на первый пробный пушистый Q&A. Все вопросы я взял из специального поста в Фурия Мины Раша и своей группе во ВКонтакте. Итак, приступим! Бандит Кэт и Чарси спрашивают, как кто узнал о Фуриях? О них я узнал из разговоров в средней школе. Но почему-то все разговоры были не то что в нейтральном, а в негативном ключе, и что сподвигло меня изучить, что это за субкультура такая. Фигер Лоуэнс спрашивает. Ты не только ведешь, но и зачастую устраиваешь прогулки. Откуда ты черпаешь новые идеи и сколько сил и времени уходит на воплощение в жизни? Сил и времени уходит очень-очень много. Приходится постоянно лазать по различным картам и рассматривать различные варианты, где можно провести прогулку. С временами приходится пересматривать все варианты, ну или переносить время в прогулки из-за непогоды. И все это совмещается параллельно с этим с учебой и домашними бытовыми делами. Так совпало, что я единственный... не то что ребенок в семье, а единственный сын. То есть как надежда и опора, так сказать. Ну а вести группу я решил полгода назад. Ну совершенно случайно, чисто из любопытства. Но более подробно я ответил Бандиту и Чарли. Или Чарсти я уже точно не помню. Эрни спрашивает. Откуда Фурсьют? Как давно ты узнал о Фури Фендеме? Почему именно Фури Фендем? Смотришь ли ты видео с Фури? И знаешь ли ты енота Элька? На этом все. Маска была сделана студией Прокси. Я, кстати, ей очень остался доволен. О Фуриах я узнал в 2014-2015 году. Да, я смотрю видео как наших, так и забугорских Фури ютуберов. Но, конечно, я знаю Эрика Майвола. Мы с ним часто видимся на прогулах и даже один раз сгоняли на Росфурику в 2019 году. Я также ему снимал материал для его канала. Как, например, последний ФФП, который прошел после новогодних праздников. Рил спрашивает. Как ты относишься к молодым фурсьютерам? 11-15 лет. В целом отношусь нормально. Но только есть один маленький изъянчик. Когда я начинаю листать ленту в ТикТоке, мне временами попадаются ролики, где они снимаются с полуготовыми или недоделанными масками фурсьютер. У меня большая к вам просьба, если вы смотрите. Доделайте маску! Или, не знаю, снимите процесс по созданию. А потом уже начинайте снимать готовым. Выглядит как-то не очень. Не обижайтесь. Никса спрашивает. Как ты узнал о Куре Фандвир? По-моему, этот вопрос уже был. Так что пропустим. Николас спрашивает. Откуда появилась идея такого фурсьютера? То есть, что вас подвигло сделать? Например, видео или аниме? Ни то, ни другое, мой друг. Просто захотел и сделал. Волк спрашивает. Что думают родственники о твоем увлечении? В целом, нормально. Причем, мама первая пошла мне навстречу. Огромное ей спасибо. А отец потом подключился. Ну, в целом, относится нормально. Вера спрашивает. Фурсьют делал самостоятельно, покупая некоторые материалы, или заказал их? Как было сказано ранее, маску я заказывал у Прокси. А вот рукава, перчатки и хвост я делал самостоятельно, своими силами. Это было, наверное, то ли в шестнадцатом, то ли в семнадцатом году. Я пытался сделать Камрада из поролона, но, увы, фокус, к сожалению, не удался. Я следовал по всем туториям, но где-то я ошибся, а потом с концами забросил дело. Ну, основу из поролона потом выкинул. Пришлось заказать маску. Увы, есть один маленький недостаток. Рукава, перчатки и, конечно же, хвост не совпадают с основным цветом моей маски. Ну, тут два варианта. Либо я при появлении финансов докуплю материалы и сошью их самостоятельно, либо закажу мастер. Тоже вариант. Дейрон спрашивает. Расскажи нам о том, кто вдохновляет тебя больше всего в пендене. Ну, или на кого ты ориентируешься при создании видео. И что ты планируешь в будущем? Ну, трудно сказать. Если брать озвучку, то я вдохновлялся Риком Эдвардсом и Алексом Динго. Но если касалось влога, то, естественно, Эриком Майбеллом и Маджирой Страупери. Не хочу заглядывать в будущее, но возможно, возможно. Я попробую создать несколько видеороликов. На какую тему пока точно не знаю. Ну, или попробую заняться крафтом сьютов. Ну, или косплеем. Ну, и не знаю. Может, дело, возможно, дойдет до коллаборации. Сара спрашивает. Как давно ты находишься в Амино, в целом? И что именно тебя заинтересовало прийти сюда? Какие окраски тебе нравятся? Яркие и заметные издалека? Или же темные и мрачные? До появления в Фурии Амино Ражи я тузовался в забугорском варианте, просто в Фурии Амино. Но из-за языкового барьера мне приходилось часто свои посты и блоги переводить на английский язык. А потом, в апреле 18-го года появилась русскоязычная версия и вскоре я перекочевал туда. А пошел я туда из-за того, что хотел также поделиться с остальными ребятами своим творчеством и посмотреть, как делают другие пользователи. А из заказов мне нравятся классические. По большей части. Ну, нормальные, просто не бровеглазные. Бородонил спрашивает, поскольку ты узнал о Фурии Пендеминг, кажется, вопрос где-то промелькал. Ты натурал? Как давно ты в Амино? И как ты относишься к другим? Я оптимист, я оптимист, я гидросексуалист. Но в целом, я в Амино нашу. Накажусь уже как два года. А к окружающим я отношусь, в принципе, нормально. Но если человек гад, то я стараюсь с ним как минимум не общаться. Ну, не, не замечать. Но хотя, знаете, я бы при общении и с хорошими, и с плохими людьми не терял бы бедительности. А то мало ли. Джей Бур спрашивает, ты девственник? Как ты попал в Пендем? Сколько тебе лет? Пельмешки или котлетка с пирешкой? Как с чего начать? Чтоб вам всю девственность мою вам описать. Ну, мой возраст сейчас 21 год. Где мои 18? 20 год. Если выбирать между пельменями и пирешкой с котлеткой, то выберу второе. Но еще лучше, если вместо котлетки наггетсы. обожаю обожаю новинцы. Ну а как я попал в фэндом, я уже сказал ранее. Мария Горбацкая спрашивает, ты больше оптимист или пессимист? Если у тебя пара, если да, то расскажи, пару слов, если нет, то скажи. Кого бы ты хотел встретить или в кого влюблен? И третье, каким бы творчеством или просто чем необычным хотел бы заниматься? Ну, я по большей части реалист, которого, к сожалению, будут с пессимистом. Я один. У меня нет никакой пары, но я мечтаю, что когда-нибудь, когда-нибудь я встречу прекрасную девчушку. К меру красивую, умную, желательно начитанную, желательно начитанную, и с которой можно пообщаться на любые темы. Я бы хотел себя попробовать в качестве ютубера кинокритика, актера озвучки, ну или как минимум крафтера. Вот такой вот он. Пушистый Q&A. Возможно, это мимолетный ролик, который внезапно появился, просто потому, что захотел. А возможно, возможно, если вы захотите, могу выпустить продолжение. Если тебе понравился ролик, ставь лайк, подписывайся на канал, а по ссылке в описании ты можешь перейти ко мне в группу. Там ты увидишь парочку переведенных комиксов, переведенные ролики с ютубом и фор-интервью. Рубрики в моей группе, в которой я беру интервью у ютуберов, крафтеров, художников. В общем, скучно точно там не будет. Вот такие вот дела. Не скучайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова